Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания Ветхого Завета Бытие на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Андрей Иванович Сладков. Мы рассматриваем с вами 44 главу. В 43 главе говорилось о том, что Иосиф принял братьев своих, они пришли к нему с Вениамином, закончилось время пира, и пора было уже братьям собираться с хлебом, который они взяли Иосифа, в обратный путь, но мы понимаем, что Иосиф не хотел отпускать, в особенности Вениамина. И сказал Иосиф начальнику дома, мы читаем с 1 стиха 44 глава, И сказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, «Наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его». Видим, что Иосиф не хочет брать с них денег, и это обратное воздаяние им серебром, оно звучит как некий такой образ в действии, образ обличения, за что его продали братья. «А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка, к младшему вместе с серебром закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, который сказал он, «Утром, когда расцвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро. Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней, худо это вы сделали?» Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали им, «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела». «Вот серебро, найденное нам в отверстиях мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро и золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал, «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны». Они поспешно опустили каждый свой мешок на землю, и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминовым. То есть такие события. Мы видим, что Иосиф здесь прибегает к такой мудрости и обличительной мудрости своих братьев, и снова-снова мы встречаем эти образы – хлеб, серебро и чаша. Это те самые образы, которые во всей полноте указывают на события Нового Завета. Христос есть хлеб жизни, как Он говорит о Себе, шедший с небес. Его продали за серебро. И чаша, евхаристическая чаша, которую Он преподает на Тайной Вечере, заключая со Своими учениками, избранными им, Новый Завет, и говорит, пейте из нее все. Все есть чаша моя Нового Завета. Все есть кровь моя Нового Завета. Все эти образы возникают у нас здесь, как мы видим в текстах Священного Писания Ветхого Завета. Во всей полноте, снова и снова скажу, преобразуют в собой те события, связанные с жизнью Спасителя. Ефрем Сирин, преподобный, пишет по этому поводу следующего. «И нашлась чаша в мешке Вениаминовым». Братья Иосифа не знали, что ей сказать. Они не могли не обвинить Вениамина, потому что чаша была вынута из его мешка, но не могли и обвинить, потому что в другой раз серебро оказалось вложено в мешки, приведенное в ужас тем, что сделалось с ними, разодрали одежды свои и возвратились, чтобы с излезами вступить в дом, из которого вышли с радостью. Конец цитаты. Амбросим Диоланский пишет по этому поводу. «Серебро и чаша Христа». Цитата. «Так Христос находит в нас то серебро, которое Сам даровал. Мы обладаем серебром как от природы, так и от благодати. Природа — это творение Создателя, а благодать — дар Искупителя. Даже если мы не можем видеть дары Христовы, Он дарует их и действует тайно. Он дарует всем, но немногие могут сохранить этот дар и не потерять. Христос дарует всем благодать. Как сказано, Бог желает всем спастись. Но не каждый человек это воспринимает. А тот, кто воспринял благодать Христова, как сказано, не думай, что стоишь — упадешь. Надо уметь сохранить дар жизни, данный нам Богом. Так и пишет Амбросим Диоланский. Далее продолжает. Впрочем, не всем Он дарует все. Пшеница дается многим, а чаша — одному, который наделяется пророческим и священническим даром. Действительно, не всякий, но только пророк сказал, чашу спасения приму, имя Господне призову. Псалом Давида, 115, 4 стих. Чашу спасения приму, имя Господне призову. Итак, слово небесного учения уже блистало в теле Павла, ибо он был наставлен в законе. Но поскольку он не был еще подчинен правде Божией, чаша находилась в мешке. Евангельское учение в законе, свеча под сосудом. Однако к Павлу был послан Анания, который дал благословение, возложил руки, развязал мешок. Когда был развязан мешок, серебро засверкало, чешуя отпала от глаз его, подобно перевезем мешка. И он вдруг прозрел. Перевезею его было неверие, а ее развязанием стала вера. Таким образом, после того, как слово был развязан мешок, то есть, снята покрывало закона, которое лежало на сердце иудеев, Павел обратился к Господу и, освободившийся от пут, принял благодать свободы и сказал, мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Конец цитата. Видим, что в этом образе вскрытие мешка, чаши серебра, видит в Амросе Медиаланске не только образы жизни Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, но и обращение апостола Павла, бывшего Савла. Мы помним человека-убийцы, который гнал церковь Божию, и вот он как раздязанный мешок, и заблистало его серебро. И, как заключает Амросе Медиаланский, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. То есть, взирая на славу Господню, образ Божий, утерянный человеком в саду Эдемском, восстанавливается в человеке, преображается человек. И мы видим, что здесь братья, как мы с вами прочитали, они дают клятву, говорят, у кого найдешь, мы будем рабами, даже и смерть. И вот они видят, что найдено у Вениамина, помним, что они давали клятву отцу, что вернут Вениамина обратно, и разодрали они одежды свои, и, возложив каждый, на славу свою ношу, возвратились. И пришли Иуда, братья его, в дом Иосиф, который был еще дома, и пали перед Ним, и начали оправдываться. В общем-то, с 13 стиха до, практически до конца, до 34 этой главы, здесь идет полное оправдание. Иуда начинает оправдываться, говорит, что мы приходили, и которое уже было серебро, мы его вернули, и что отцу нашему, о котором здоровье ты справлялся, Иосиф, мы обещали, что вернем младшего сына, а теперь вот так оказалось, мы не воры, мы не знаем, как эта чаша очутилась в наших мешках. Весь этот образ оправдания не что иное, как оправдание греха. Часто люди, когда приходят на исповедь, то она звучит так. Я сделал то-то, то-то, но это все в результате того, потому что мой сосед по этажу после 11 стучит очень громко, поэтому я сквернословлю. Или человек приходит и говорит, я это сделал то и то, священники рассказывают, они рассказывают таинство и исповедь, но просто говорят, что бывают такие пародии на исповеди, когда человек, говорит, приходит и говорит, я в детстве обманывал, а хочется спросить, а сейчас ты что, перестал обманывать? Или человек приходит и говорит, я в детстве блудил, а сейчас ты перестал блудить? Сказано, даже если ты посмотрел с вожделением, уже прелюбодействовал сердце своем. Поэтому желание и состояние оправдания греха, оно всегда не дает места Богу действовать в нашей жизни. Когда мы на исповеди себя оправдываем, мы не даем Богу себя оправдать, потому что мы здесь надеемся на себя. Когда на исповеди мы себя обвиняем, мы даем возможность Богу нас оправдывать. Звучит парадоксально. Бог всесильный, всемогущий, всеведущий, может все, но он не может спасти нас без нас. Как сказано, Бог нас без нас не спасает. Поэтому это очень, очень такой, я бы сказал, яркий образ того, что самооправданием человек не спасается. Спасается только покаянием. Так и продолжает вот 32 стих. Он говорит, «При том, я в раб твой взялся отвечать за отрока отцу моего, сказав, если не приведу его к тебе, то он станет виновным перед отцом моим. Итак, пусть я раб твой». Иуда здесь говорит, пусть я останусь, а Вениамина отпусти, и пусть он пойдет к отцу своему. Интереснейшее есть истолкование на 17 стих преподобного Ефрема Сирина. Он пишет, «Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю, тот, в чьих руках нашлась чаша, пусть будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Вот что пишет Ефрем Сирин, преподобный. Цитата. «Иосиф ответил, что немысленно справедливому египтянину сделать подобное, ибо египтяне ведут себя так величаво, что не хотят даже хлеба вкушать с евреями, чтобы не оскверниться от них. Как же сделать нам что-либо чуждое нашей праведности? Справедливость не позволяет нам согрешить против того, кто не согрешил против нас. Взыскать должны мы с того, кто оказался против нас виновным, тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. Рабство будет для него лучше свободы, ибо это последнее рабство действительно освободит его от страсти к воровству, и оно будет для него полезней той свободы, которая делала его рабом страсти. Конец стат. Действительно, здесь преподобный Эфрем Сирин затрагивает такой очень вопрос важный свобода и рабство. Как сказано в Священном Писании, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила к угождению страстей. Почему-то люди думают, что если они служат блудной страсти, например, или сребролюбивой страсти, в которой сказано есть идолопоклонство блудной страсти, или сребролюбивой, или обману, или мошенничеству, они думают, что они свободны. Так это рабство. Рабство служения этим страстям. Другое дело, когда человек служит любви, радости, счастью, долготерпения, милости, кротости, воздержания, как сказано таковых, нет закода. Разве здесь человек не становится свободным? Сказано в Священном Писании, счастлив тот человек, который отдает и не приобретает. Действительно, кто пробовал творить дела милосердия в своей жизни, тот понимает, о чем здесь речь. Потому как многие вещи, связанные с вопросами веры, нельзя объяснить теоретически, пока человек не попробует. Как объяснить человеку, например, разницу, я уже приводил эти примеры, еще раз повторю. Как объяснить человеку разницу, например, запаха розы от запаха ромашки. Или как пахнет сосной и как пахнет, например, скажем, ландыши. Никак это невозможно. Или чем отличается вкус мороженого крема-брюле от другого какого-либо мороженого, обычного молочного. Невозможно это объяснить, просто теоретически. Что нужно сделать? Попробовать. так и добродетель. Для того, чтобы понять, что служение Богу, любви, служение милосердия, блажение счастливее отдавать, нежели принимать, чтобы это понять, и если хотите ощутить, необходимо попробовать. Потому что добродетели и совершение заповеди познаются не только теоретически. как нельзя теоретически рассудить, как пахнут цветы разного сорта. Так и здесь. Только попробовав, человек может дать какую-то, если хотите, опять же оценку и сказать, да, вот это вот так. И теперь я знаю. Потому что всякое знание, которое проверено опытом, оно имеет ценность. А вера без опыта, просто ее невозможно воспринять так, как она есть. Поэтому видим, что здесь Ефрем Сирин, он призывает и видит в этом прообразе служение Богу, чтобы не быть человеку рабом страстей, а быть свободным во Христе и со Христом. и со Христом. Спасибо за субтитры Алексею субтитры Алексею и субтитры Алексею и субтитры Алексею